Молодая книга «Мальчик в полосатой пижаме». Книга эта вышла в 2006 году. Она ей издана в 50 странах, переведена на 50 языков. Эта книга увлекательная. Она затягивает с самой первой страницы. История двух мальчиков. Двух девятилетних мальчиков. Немецкого мальчика и польского мальчика. Они и родились в один день. Немецкий мальчик искал себе друзей. Он увидел из своего окна колючую проволоку. И возле колючей проволоки он часто видел мальчика. И он решил с ним познакомиться. И Бруно, герой книги, пришел к этой колючей проволоке и увидел мальчика Шмуэля. Они познакомились. Шмуэль, оказывается, искал папу. И Бруно решил ему помочь в поисках папы. Он переоделся в полосатую пижаму и ушел на территорию лагеря. История двух мальчиков, которые оба уже находились за колючей проволокой. Это книга о том, чтобы ни один человек, ни маленький, ни большой, ни старый, ни молодой, никогда-никогда не находились за колючей проволокой. По этому роману поставлен фильм в 2008 году. А я сейчас вам зачитаю небольшой отрывок из этой замечательной книги. До лагеря они добрались быстро. Бруно жадно разглядывал все вокруг. Глядя из окна своей спальни, он воображал, что в длинных строениях обитают счастливые семьи. По вечерам бабушки и дедушки сидят в крестных качалках перед домом и рассказывают тем, кто хочет послушать, насколько лучше жилось, когда они были маленькими, и как они уважали старших, не то что нынешние дети. Бруно воображал, что все мальчики и девочки, живущие здесь, сбиваются в компании, играют в теннис или футбол, прыгают через скакалку или чертят классики на земле. Он предполагал, что в центре лагеря стоит магазин, а может маленькое кафе, вроде тех, что он видел в Берлине. В наличии овощных и фруктовых рядов он был не совсем уверен, но все же надеялся на лучшее. Однако ничего из того, что Бруно нарисовал в своем воображении в лагере, не обнаружилось. Ни стариков, сидящих в креслах-качалках на крылечках, ни детей, играющих в футбол или прыгающих через скакалку. Отсутствовали не только фруктовые и овощные ряды, но и кафе вроде тех, что Бруно видел в Берлине. На самом деле было вот что. Люди, сбившие в кучу, сидели на земле с опущенными головами, и вид у них был страшно унылый. Роднила их не только мрачность, но и жуткая худоба, валившиеся глаза и обритые головы. Последнее обстоятельство Бруно было в состоянии объяснить. Вши! Что же еще? Я советую вам почитать эту удивительную книгу. Читайте, и чтобы никогда не было у людей и не находились люди за колючей проволокой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok